всем привет я рада вас приветствовать на своем канале я начинаю снимать очередную серию будни вышивальщицы начинаю я эту серию находясь в квартире я сюда приехала на неделю и уже прошло несколько дней в течение которых я практически не вышивала у меня очень тяжелая неделя потому что были обязательные тренинги по работе то есть нужно было ездить в офис и помимо всего этого нужно было еще куча дел там поездок и дел которые я приурочил к это своей поездки вот по работе и домой я прихожу в таком состоянии что мне даже вышивать не хочется это знаете наверное вот в моем случае это крайняя степень усталости потому что я вышиваю всегда я люблю вышивать хотя бы несколько крестиков не надо сделать каждый день то что действительно я очень люблю это хобби и если я не хочу вышивать это значит все это действительно очень большая усталость но это неделя на такой предполагалось все нужно просто прожить и все почему перед вами процесс реолис потому что я его немного повышевал вот в тот день когда я приехала по чуть-чуть продвигаю в этот раз я делала вот эти кусты превью напомню до что что ну вот я здесь выбрала несколько оттенков зеленого цвета и их немного повышевала продвижение небольшие но почему хочется показать потому что процесс есть процесс продвигается и так как он у меня долго строит у любое продвижение в радость вот я вот так по чуть чуть-чуть по чуть-чуть и были у него такие красивые оттенки такие красивые линии да вот мне что нравится в этом сюжете в том что он весь очень очень плавно и здесь нет острых углов и все такое объемное плавно и я когда смотрю на превью я думаю как же хочется его повышевать активно но я на себе поставила в план что я сначала закончили оле сдачу а потом уже вот этот процесс возьму в более активное продвижение вот по идее в этом году все-таки эти оба процесс я надеюсь закончить вот и он такой действительно какой-то весь нежный плавный зимний добрый добрый сюжет вот еще я вышивала шишку но я вам ее покажу в следующем включении вот и о чем очень хочется рассказать ну хочется рассказать что-то интересное я все вот эти вечера когда я приезжала домой и не вышивала я все равно занималась делами связанными с хобби в частности я решила провести инвентаризацию своих запасов но как это звучит громко на самом деле у меня была очень простая задача я все свои запасы это наборов книг буклетов схем веду в профиле насти часом там вот этот мешочек мы все его знают я там очень активно использую метки почему это веду свои запасы потому что там можно навигацию метками настроить по производителям по тематикам и так далее то есть я могу полистать а наборы с тематикой зверей там с тематикой цветов я могу полистать тематикой dimensions с меткой это маленькие большие я там свое время на как-то настроила я проставила метки коробок с номерами одна коробка там 2 3 4 5 10 и мне так проще ориентироваться потому что я проставлю эту метку и я знаю какой набор в какой коробке лежит и поэтому я стараюсь поддерживать это в порядке но у меня был какой-то момент не помню по моему это когда я на дачу переезжала прошлом летом когда я что-то из коробок по вытаскивала забрала эти наборы с собой да я вспомнил этот момент это так и будет когда иначе уезжала тут я очень много набор по вытаскивать коробок я ничего не отметила и плюс еще были покупки и подарки тоже который я получала но есть не фотографировала и не заносила в этот каталог вот я поэтому решил думать навести порядок хочется и вот я села проверять по одной коробке соответственно что у меня там все все метки соответствуют и я практически все сделала достаточно быстрый процесс я вот он для себя настроил я хочу сделать ее методами за проверка одной коробки занимала ну не знаю 15 минут вот и мне осталось сейчас доделать только те наборы которые у меня на даче сейчас находятся и коробку с вами ухилом и все вот я тоже получил огромное удовольствие потому что это дело связанное с хобби это дело связанное с наведением порядка я сейчас не буду копать глубоко в тему психологическую да почему бывает хочется наводить порядок не знаю там что-то вот раскладывать приводить какой-то структуре и так далее да то есть это такая глубокая тема я не хочу ее поднимать сейчас мне захотелось я решила это сделать я знаю что мне будет комфортно если вот я буду знать где мне что все структурировано вот и я этим как раз занималась чуть-чуть совсем вышивала то что я вам рассказала вот что ожидается дальше дальше я через один день поеду обратно на дачу у меня останется еще несколько вышивальных дней и я думаю там мне надеюсь что там получится хорошая ротация то есть вы еще в сегодняшней серии увидите продвижение по нескольким процессам на скорее всего это будут сова от палитры причем я очень хочу так хорошенечко продвинуть хотя бы одну сову и я сама себе обещала что я повышеваю в мае маруську и котовского хотя бы один день поэтому мне нужно будет вышивать маруську и котовского пусть столько есть пусть 200 не важно главное чтобы было продвижение еще мне многоцветку надо повышевать я в буднях не показываю но просто напоминаю да то что у меня есть процесс многоцветки которые я вышиваю хотя бы один день за месяц вот это не очень большое продвижение но тоже опять же ты лучше чем просто процесс который лежит поэтому такие вот ожидания такие планы а еще есть хороший момент в моем наведении порядка в том что я решила свои неоформленные работы частично сейчас забрать тоже может быть что-то освежить постирать может что-то погладить на и буду размещать как раз вот в те роллы которые я показывал для хранения вышивки и я нашла наконец-то один свой процесс вышит и я вам тоже покажу в следующем через одно включение и это был батончик от у к с еще один который я когда-то вышла но не оформила я уже давно его хочу оформить и у меня все никак не получается было никак не получалось собрать на все запчасти это то я найду пакет с кружевами и материалами для оформления с кружевами что я уже я уже заговариваюсь я прошу прощения если в 5 утра встала то я нахожу то есть нахожу пакет с этими материалами не могу найти вышивку то я нахожу вышивку думаю так вот даже я пакет этот положил а как обычно пакет положил где-то рядом чтобы был под рукой и потом вот это место под рукой никак не найдешь и вот наконец-то все у меня все собралось в одном месте я это признано дачу и буду еще один батончик делать все постаралась кратко рассказать самые основные новости и сейчас я вам все душе включение покажу шишку следующий день ранее утро и я решила для вас записать включение с шишкой именно в машине как в самой популярной среде в которой эту шишку вышиваю так получилось что я начала я сейчас не вспомню в каком месяце но именно в этом месте где сейчас стою потому что у меня бывают разные маршруты по москве и когда они такие ранее утренние как сегодня я могу заранее чуть-чуть поехать потому что допустим если вы не из москвы то вы не знаете потом чуть подробнее расскажу а то есть у нас бывает утром такие минуты даже да то есть если поедешь на 10 минут раньше можно доехать за полчаса поедешь на 10 минут позже можешь ехать полтора часа и если это касается цель поездки это касается какого-то важного мероприятия записи там и так далее то конечно я предпочитаю лучше приехать чуть чуть пораньше и подождать чем опоздать и иметь какие-то негативные последствия вот я как раз шишку начинала здесь и так сложилось что в основном она у меня по большей части продвигается тоже в машине что у меня готова на данный момент я уже полностью вышила всю крестиковую полукрестиковую часть первой стороны вот так все получается нужно еще будет вышить так и вышить вот здесь один недостающий крестик почему я очень не вышиваю потому что там бленд я хочу дошить его в тот момент когда я буду вышивать аналогичный цвет на второй стороне ну чтобы не вот сейчас не вышивать один крестик и не перезаправлять нитку в иголке лучше сделаю потом я про него помню и я уже начала вторую сторону то есть получается у меня вот эта сторона готов нет как раз вот эту сторону да с ягодками я сейчас начала покажу вам как вот получается это которая вышита как на превью и как сейчас но без бэка конечно с бэком все будет намного намного интереснее вот и на вторая сторона я вышивала зелью листочек как показывает практика у меня вторая сторона вышивается всегда быстрее я начинаю обычно с лицевой у самой красивой стороны жар птицу и и вышиваю и потом уже когда остается вторая сторона это допустим спинка она у меня быстрее продвигается но во многом видимо это обусловлено тем что спинки они же попроще если это речь идет о каком-то существе будь то зверь будь то матрешка снегурочка дед мороз и так далее то получается там нет лица там нету каких-то элементов которые не держат в руке поэтому у меня вторая сторона обычно идет проще если брать какие-то именно игрушки этом шарики сосульки но тоже получает вторая сторона уже быстрее видимо срабатывает тот момент что я понимаю что уже больше половины работы вышита и все имя всегда после этого процесс идет намного намного быстрее и сегодня вечером исключение будет уже сдача а 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 вот я наконец-то вернулась домой в дом очень соскучилась по своим текущим процессам и у меня вновь появилось время на вышивание и сегодня я взяла процесс от палитры совята потому что мне не терпится посмотреть как будет развиваться сюжет на основе я начала вышивать с правого совенка и у меня на данный момент уже видны его контуры а я постаралась еще вышить глаза но пока глаза немножечко теряются потому что еще не вышито вокруг процесс приятные здесь чередование нескольких цветов и что мне особенно приятно здесь цвета такой кофейно-молочной гаммы но и виду молочные когда вот кофе с молоком чай с молоком просто кофе это растяжка коричневых оттенков приятных таких уютных и теплых и мне эта цветовая гамма нравится мне сейчас в удовольствие чередовать яркие цветочные процессы и процессы в такой приглушенной цветовой гамме то есть по стоке от вышивала на прошлой неделе риоли сдачу яркий процесс вот мне захотелось на этой неделе взять вот этот вот такой коричневый спокойный цвет очень приятно сейчас покажу наверное чуть-чуть поближе полагаю что может быть интересно то что получается вот так вот углом немного покажу что же появились глаза смотрятся выразительно но не не могу отложить процесс в сторону потому что конечно хочется вышить и вокруг глаз чтобы уже было заполнено пространство и вниз эти все перья чтобы уже совенок был полностью готов я нашла у себя за кромах тематические магнитики если я правильно помню я эти магнитики покупала у совиного леса то есть как раз вот здесь совушки очень подходят данному процессу это вот такое продвижение за сегодня сегодня был выходной день погода было так себе и можно было посидеть дома и повышевать и сегодня я взяла процесс маруська и котовский от овен напомню как выглядит готовая работа я вам в итоговых видео за месяц рассказывала как я сожалела по поводу того что я три месяца подряд не вышла ни одного крестика в этом процессе это несмотря на то что мой первоначальный план был в том чтобы вышивать по 45 тысяч крестиков каждый месяц и тогда я смогла бы завершить эту работу уже в сентябре октябре этого года к сожалению не получилось не дошли руки да у меня много процессов сейчас в ротации всей хочется вышивать и маруська и котовский был отложен не потому что мне не хотелось просто не хватило дней в месяце были какие-то другие дела и я искренне сожалела по этому поводу поэтому я сама себе дала некое обещание что я в мае хотя бы один день повышевает процесс потому что я знаю что достаточно взять один раз какую-то работу и возможно уже тогда и не захочется вкладывать еще несколько дней подряд и тогда получится хорошее подвижение и вот за сегодня я вышла почти тысячу крестиков у меня были удобные участки где можно было вышивать одним цветом я пока нахожусь в левом верхнем углу и я заполняю вот эти еще не зашитые участки да я могла бы пойти вправо вышивать небо и самой себе сказать что как много я крестиков вышла если считать их количество но нет я все-таки хочу пусть чуть медленнее но вышить этот первый лист чтобы уже получить полностью завершенную четвертую часть этой работы здесь надо будет потом еще бэком вышивать но это я буду делать самом конце уже когда вот весь лист вышлю и тогда я вышлю бэк и перейду к следующему листу вправо здесь уже вполне хорошо видны деревья на заднем плане которые наряжены украшены даже вот этими желтыми листьями мне нравится как объемно смотрятся кусты на передней части картины и видно что уже прорисовываются контуры воды и отражение деревьев в этой воде красивая объемная картина получается здесь 18 каунт поэтому конечно да немножечко мелковато вышивать но пока мое зрение мне позволяет уж в этом 17 каунте поэтому все нормально тем более тоже такие яркие красивые оттенки нет я конечно понимаю что я кости нету работу не завершу но ничего страшного все равно буду стараться каждый месяц вышивать продвигать и все ближе и ближе быть к финишу этой работы такой любимый такой долгожданный в плане отшива еще одна маленькая мохнатая причина порой мешает мне вышивать большие сюжеты наша новая кошка которую мы нашли в лесу проявляет сейчас очень много ласки любит приходить ко мне на колени и конечно же я ее не прогоняю но в этот момент вышивать большие процессы мне неудобно потому что я раму обычно кладу на стол и тогда пока у меня кошка ластится на коленях естественно я ее почешу потом она устраивается спать и в этот момент я беру какие-то маленькие процессы на пластике или не ухилл и продвигаю их но так бывает что спит или лежит на меня на коленях долго и такие моменты продвижения скажем так на пластике становится гораздо больше чем я могу обошвать большой работе после насыщенного рабочего понедельника очень здорово вечером так выехать на природу посидеть посмотреть на красоту вокруг повышевать кстати сейчас начала снимать и вижу интересный эффект на камеру вам совсем чуть-чуть видно здесь пальцы покажу вот здесь вот такой образуется туманчик над водой сейчас я посмотрю попробую приблизить нет вот так он хорошо видно видите над водой туманчик плывет здорово так вот естественно взяла вышивку с собой и сейчас покажу что я вышивала а вышел я конечно медведицу и сегодня я хорошо продвинула тут розовую часть кофты то есть я дошила эту часть справа от сердечко вниз и вот уже пошла в стороны то есть это элементы которые как бы будут выглядывать из-под шали мне нужно быть еще до 6 розовым до конца то есть несколько рядов и я смогу тогда перейти к следующему этапу вышивать шаль там тоже будут очень интересные элементы вот но они естественно буду рассказывать чуть позже когда буду их вышивать пока покажу поближе вышиваю розовым этот стежок который выглядит как вязка на самом деле выполняется очень очень легко то есть так называемый разделенный стежок и нужно просто вышивать так по рядам у меня уже помятая снова я сейчас просто снимаю с руки поэтому ведь загибается потому что вышиваю не на раме не на пяльцах держу в руках и основа плотная но я естественно так вот скручиваем поэтому немножко заминается но потом я уже буду шить игрушку все не разглажу и все будет хорошо хоть могу показать изнанку этого процесса получается такая прям плотная зашивка здесь тоже вот получается с изнанки очень плотно все эти хвостики а потом буду подрезать очень это все плотно и поэтому игрушку потом хорошо держит форму красиво получается мне нравится какая замечательная медведица ну и для тех кто первый раз смотрит я сейчас напомню что это дименшинс итоговая медведица будет выглядеть вот так но я опять же для тех кто и не первый раз смотрит тоже напомню на какой элемент я вышиваю то есть вот я вышел этот розовую кофту еще рукава и то что я сегодня вышивала и получается вот уйдет под кисточки шали но поскольку это объемная игрушка ее можно будет трогать руками и заглянуть под эти кисточки а там соответственно тоже будет кофта все вышит и все аккуратно вот и как раз тоже покажу сейчас поближе что меня ожидает в шале будут такие объемные один из моих любимых процессов они все конечно любимые но какие-то больше какие-то меньше что-то медведица она очень интересная и вот уже конец недели и сегодня мне захотелось повышевать сэмплер мне конечно сейчас хочется вышивать много разных сэмплеров но я все-таки думаю о том что было бы более правильно продолжать вышивать мой рубль эдбер я тут занимаюсь еще параллельно тем что я сохраняю с ютуба видео и перевыкладываю их в яндекс дзен у меня есть ссылка в инфобоксе под видео если вам интересно это прежде всего дело для того чтобы у меня остался архив видео они никуда не потерялись на ну и плюс еще вот будут на яндекс дзен как архив лежать почему я об этом заговорила потому что я сегодня как раз пересматривала видео за ноябрь двадцать первого года и там как раз были процессы которые у меня сейчас в ротации кошмар у меня там вот этот вот сэмплер мойра blackburn у меня там спящий санта dimensions там я как раз показывала финиш осенней пары от овен и еще у меня там был процесс что был третий процесс который у меня тоже еще до сих пор не завершён вспомнила это ореолис зимнее сербское село вот три процесса то есть который получается у меня уже полтора года и они все еще у меня в процессах нет это не так чтобы прям сильно страшно потому что если так же что я никуда не тороплюсь и даже интересно было посмотреть насколько эти процессы продвинулись тоже действительно не продвинулись то есть у меня спящий санта вот уже половина практически работы готова мойра тоже так хорошо продвинулась но я понимаю что действительно вот все-таки это центр его откладывать нельзя его нужно вышивать его и хочется вышивать он красивый так вот что я сегодня вышивала мне хотелось какого-то монотонного процесса сильно не вдумываясь в схему и я сегодня занималась элементом который является как бы рамкой то есть вот эти сбоку две вертикальные линии они вышиваются оттенков xd works blues плюс нитка с переходами наверно вам сейчас не так видно что здесь переход ну так если приглядеться то видно сейчас попробую показать нет при таком освещении не видно потому что переход он такой еле-еле заметный но глазом его видно поверьте на слово я в любом случае потом когда будет готовая работа я буду показывать ее так чтобы было хорошо видно все переходы все оттенки так вот я вышивала элемент слева и справа справа еще не доделала и думаю что я дальше буду чередовать следующие этапы у меня здесь еще нужно вышить эти вот растительные элементы с цветами желуди и при этом нужно еще вышивать дом понятно что дом здесь остался один цвет тоже с переходами которые нужно будет просто монотонно зашивать поэтому я думаю что я буду чередовать вышивать допустим цветочки дом там цветочки дом то что цветочков будет частая смена нити это вот то что касается сэмплера интересные спрашиваете по поводу основы на которой я вышиваю к сожалению названию это основы нету это какая-то равномерка купленная на формуле рукоделия я не знаю может быть это украинская равномерка может быть белорусская ни бумажки никаких обозначений у меня к сожалению не сохранилось но по-моему их в пакете и не было то есть просто вот я на глаз выбирала оттенок основы купила потом когда подбирала основу для этого сэмплера поняла что она мне подходит еще хочу показать одну работу такую зимнюю тоже с домиком я когда была в этот раз квартире я вам упоминала что я наконец-то нашла свою вышивку это был набор от компании лука с вот такой батончик я его вышивала достаточно давно я не помню может быть даже еще до того как я начала вести канал на ю тубе и когда вышивала я почему-то потеряла сам набор мне в нем еще оставались нитки оставались вот эти кружева которыми нужно оформлять батончик и и никак не могла приступить процессу оформления потом были моменты когда я находила сам набор никак не могу найти отшив и вот наконец-то мне удалось найти сразу и то и другое и я хочу вам показать эту работу вышитую до того как она будет оформлена потому что уже следующий раз когда ее покажу это уже будет готовый батончик что здесь интересного здесь много вышивалась металлика такой металлик синего оттенка мне тоже осталась палетка с нитками из этого набора и вот написано металлик перле анкор вот такая вот толстая ниточка здорово смотрится на этой основе все сверкает и переливается домик с елками такие вот элементы и все это будет так оформляться в батончик это вторая работа и еще что хочу показать у меня маленький мини финиш так буду показывать прямо на фоне ничего страшного вам будет видно это маяк и маки очередной букет который я вышивала в рамках совместного отшива у алины игнатьевой там суть совместника в том что дается одна обязательная схема и когда вышиваешь первую схему вторую можно брать можно не брать но если берешь то нужно обязательно до конца месяца вышивать и вот в прошлом месяце я вторую схему не брала а в этом месяце я взяла и вот как раз успела вышить до конца месяца здесь красивые яркие маки которые стоят в вазе виде маяка техника крест полукрест и бэк и еще были по схеме французские узелки но я вместо французских узелков пришила бисеринки здесь вот этот покажу под углом объемно смотрится это черный бисер миюки который у меня остался от одного процесса этот бисер уже очень давно у меня лежит запасах и я как раз про него вспомнила потому что я французские узелки вышивать люблю я в свое время вышивала там целую работу французскими узелками поэтому я научилась их крутить не вызывает мне никаких сложностей но конкретно в маках мне показалось что этот мелкий бисер будет смотреться лучше потому что это серединке цветов и бисер еще добавить немножечко блеска этим цветам элементам поэтому здесь уместнее все-таки пришить бисер чем накрутить французские узелки и я действительно вот глядя на готовую работу понимаю что все правильно сделал мне очень нравится готовый результат такой объемный интересный вот я уже сразу подставочку приготовила оставлю здесь на полку что такая еще маленькая приятная сезонная работа у меня готова все на этом все что я вам хотела сегодня показать неделя уже завершается поэтому я думаю что и эту серию будни я тоже буду завершать она получилась очень такая стремительная и насыщенная не вышивальными событиями для меня но в то же время мне удалось показать вам несколько продвинутых процессов тоже такие интересные красивые я довольна тем что тоже я нашла время повышевать их подвинуть вот так что все на этом буду завершать данную серию и я желаю вам хорошего настроения мирного неба над головой удачи успеха в том чем вы занимаетесь пока пока